Привет, друзья! С вами Кирилл, добро пожаловать на мой канал, и мы разбираем типичные ошибки в речи. В английском языке существует ряд слов, которые могут употребляться только в единственном числе, или только во множественном числе. Например, брюки, trousers. В русском языке нет слова «одна брюка», в английском языке нет слова «trouser», или слова «молоко», «мелк». Нельзя употребить его во множественном числе ни в русском, ни в английском. Список таких слов можно найти в учебнике по грамматике. Часть из них можно легко запомнить, по аналогии с русским языком, так как число в русском и английском часто совпадает. Ножницы – scissors, только множественное число, рис – rice, только единственное число, и так далее. Эта тема достаточно обширная, такие случаи нужно запоминать постепенно. Но наиболее типичные ошибки в этой теме я хотел бы осветить на своем канале. Сегодня поговорим о слове news – новость. Почему это типичная ошибка? Этому есть две причины. Причина номер один – в русском языке это исчисляемое существительное. То есть оно употребляется как в единственном, так и во множественном числе. Одна новость, две новости. Какая замечательная новость! Я смотрю новости каждый вечер. Но в английском языке все немного по-другому. Причина номер два – в английском языке слово новость – news – оканчивается на букву s. Поэтому складывается впечатление, что это множественное число. Ведь в английском языке почти все существительные во множественном числе оканчиваются на букву s. Но в случае со словом news это не так. И пусть вас не сбивает с толку s в конце. Эй! Грейт ньюс! Итак, что нужно знать о слове news? Факт номер один. Оно сохраняет неизменную форму. То есть нельзя сказать new или news is всегда только news. Факт номер два. В предложении оно согласуется с остальными словами в единственном числе. Что это значит? Мы не скажем these news are great. Даже если подразумеваем много новостей сразу. Наша единственная опция сказать this news is great. Местоимение this в единственном числе вместо местоимения these. Глагол to be в форме единственного числа. That is bad news. И факт номер три. Перед словом news никогда не может стоять неопределенный артикль. Если мы хотим подчеркнуть, что новость одна, можно сказать a piece of news или a bit of news. Также перед словом news могут употребляться местоимения some, например. I have some big news. Или местоимение any. Any news on my shoes. Также запомните такой момент. Если речь идет о новостных программах, которые вы смотрите по телевидению, слушаете по радио или читаете в газетах и интернете, то перед словом news обычно употребляется определенный артикль. I usually watch the news in the evening. Если этот урок оказался для вас полезен, ставьте палец вверх и оставляйте в комментариях темы для следующих уроков. С вами был Кирилл. Непременно скоро увидимся.